Всем привет! Рада быть в эфире. Всем привет! Мы ждем, пока подключается народ. Сегодня мы с вами сделаем небольшой обзор нашей недельной главы, которая называется Лех-Леха. Это Всевышний говорит Аврааму Лех-Леха. Всем привет! Народ подключается. Очень рада быть здесь. И всем привет! Супер! Всем привет! Рада быть здесь. Так, я повторюсь, мы сегодня делаем небольшой, маленький обзор нашей недельной главы, которая называется Лех-Леха. Когда этот Всевышний обращается к Аврааму. Начнем с того, что Авраам с самого детства, он задавал вопросы, как мы. Он думал, а почему это устроено так? Почему цветы растут? А как они растут? А почему их нужно насыщать водой? А почему солнце светит? И он был таким мальчиком, ребенком, который всегда задавался вопросом, почему это, почему так. И он пришел к выводу, что все в этом мире работает, да, и функционирует только с помощью просто огромного создателя, великого, величественного нашего создателя, этого Всевышнего. Он так пришел путем пробы и ошибок. Но в то время, когда жил Авраам, это было время идолопоклонства. Абсолютно все верили, допустим, была такая религия, как огонь. Он был страшным, обжигал, и поклонялись огню. Или там была религия вода, вода могла затопить, и поклонялись воде. Просто люди поклонялись всему, что они не понимали, как это может быть, да. Вместо того, чтобы найти ту силу могущественную, которая заставила это появиться и функционировать, они боялись именно эту вещь. И сказано, что папа Авраама, он работал в лавке идолов, он продавал всяких идолов. И однажды ему нужно было куда-то уйти, и он попросил Авраама посидеть вместе с этими идолами. И что сделал Авраам? Авраам взял палку и перебил всех этих идолов. На что отец, когда вернулся, он сказал, сын, ты что сделал со всеми идолами? Как ты посмел? И, в общем, начал ругать сына. На что сын очень даже умно ответил. Авраам сказал, ты знаешь, пришла какая-то женщина, она принесла кусочек тортика, и они все начали драться из-за этого тортика. И вот этот самый большой идол, он их всех побил. И папа его сказал, что эти же идолы, они не умеют двигаться. Как они могли побить их? Как идолы могли друг друга перебить, если они не могут двигаться? О, Авраам сказал папе, ну, так как ты поклоняешься идолу, который не то что говорить, видеть, он даже двигаться не может? Зачем тебе ему поклоняться, если этот идол тебе ничего не делает? Итак, этот папа, это впервые, да, когда папа был в шоке, и в то время отправил царь Немрод. И папа сказал об этом царю, на что царь был очень зол, он приказал привезти Авраама к нему. Вот, и Авраам пришел к этому царю, и царь сказал ему, вот, что ты имеешь против наших богов, ну-ка поклоняйся огню. Он сказал, я не буду поклоняться огню. Почему? Потому что он немогущественный, если, ну, вода может затопить огонь, и все, его не будет. Тогда поклоняйся воде. Нет, я не буду поклоняться воде, вода может от жары иссохнуть, все, ее не станет испариться, превратиться в облака. Тогда поклоняйся облакам. Нет, потому что ветер может их раздуть. В общем, на все Авраам действительно находил важные отмазки и причины. И тогда Немрод очень разозлился, и он сказал ему, тогда, сейчас пусть твой бог тебя и спасает. И приказал его привязать и в огне его сжечь. И это сказано первое из десяти испытаний Авраама, которое Всевышний его проверял на прочность. И он увидел, что Авраам, да, действительно, до конца он шел. Он сказал, нет, я со Всевышними стоял. И Всевышний сделал чудо, что Авраам вообще никак не пострадал. И здесь начинается самое интересное. Сказано, мы все знаем, что глава Лех-Леха, Всевышний говорит Аврааму, чтобы он шел куда-то непонятно куда, в какие-то земли. И почему он отправляет Авраама? И я нашла потрясающие объяснения. Дело в том, что Авраам, он подобен коробочке с благовониями, да, с запахом. Когда он где-то в уголке сидит на одном месте, в одной земле, то это ничем никому не помогает. А когда берут эти благовония, да, и везут по всему миру, то все могут почувствовать какой-то запах. И так на Аврааме была цель, чтобы он всем показывал, кто такой Всевышний, восхвалял имя Всевышнего. И так он это распространял. И позже мы увидим, что когда он сидит в шатрах откровений и принимает гостей, и вместо оплаты он просит, чтобы всего лишь благословили имя Всевышнего, то это и есть как бы его работа, и он из-за этого как коробочка с благовонием. Теперь идем дальше. После этого Всевышний обещает Аврааму, что первое, его народ будет как прах земной, его будет так много, как прах земной. Потом он говорит, твой народ будет многочисленный, как звезды на небе. И третье, он говорит, твой народ будет как песок на берегу моря. И что это значит? Почему везде Всевышний обещает Аврааму, что нас будет много, но всегда разными способами. Где-то мы прах, где-то мы как звезды, где-то мы как песок. Да, очень интересно, почему так Всевышний делает. Потому что в каждый наш период еврейский народ по-разному себя проявлял. Например, в период царя Шломо еврейский народ был как звезды на небе. Он сел ярко, и все знали, что еврейский народ правильно функционирует. И все пытались следовать ими. Это было как, что еврейский народ, их было много, и они были как звезды, и всем светили. Дальше, еврейский народ описывается как песок на берегу. Что иногда нас много, как песок на берегу, и волны нас нахлынувают, и пытаются нас разрушить. Но приходит момент, что волна отходит, и еврейский народ все равно остается. Сколько бы там волн и не было, сколько бы они не нападали, мы все равно всегда остаемся в Арухашем. И самое страшное, это прах земной. Почему прах земной это самое плохое? Потому что мы на полу, нас топчут, нас пытаются. Но земля это единственное, что дает жизнь всем растениям. Она может перевозобновляться. Например, железо, ему нужно 200, я не знаю, сколько лет, для того, чтобы она полностью растворила. Земли нет, земля вечно существует. И это то, что я хотела поговорить с вами по поводу нашей потрясающей недельной главы Лех-Леха. И еврейский народ везде пишется о том, что мы всегда будем многочисленны. Более того, благодаря Аврааму написано, что мы, еврейский народ, всегда вернемся в свои земли, в землю Израиля. Поэтому не забываем, что Всевышний нам много-много раз говорил, что нас будет много как звезд на небе, как песчинок на берегу моря, как прах земной. Да, еврейский народ как прах земной. В любом случае, нам Всевышний обещает, что если мы будем идти по его пути, по его торе, то мы получим благословение. Так давайте, Безрая Ташем, чтобы каждый из нас получал всегда много-много благословений. Специально для этого мы подготовили сосуд, куда это все принимать. И, конечно же, благодарить Всевышнего за все, что у нас есть. И я благодарна Всевышнему за то, что у нас есть платформа Вайкра, где мы можем учиться вместе, развиваться и встречаться, и поддерживать друг друга, и реально видеть это, как нас, много как звезд на небе. Спасибо за эфир. Всем пока. Хорошего вечера. Пока.